После каждого выездного вы опломбируете? Да, 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 после каждого выезда. Чтобы случайно никто, допустим, не сбросил. Все понял, то есть пломбы на общей крышке до вечера, а эти после каждого выезда. Пакет до конца уже всего голосования. Да, мы встроим завтра после 20, ну когда подсчет будет. Ну, когда уже общий итоговый подсчет. Да, да, после 20, 20, 20, 20 мы начинаем с пакетом, а потом стационарный яхт. Мы все смешиваем это, начинаем его процесс вообще. Разборываем все. То есть при этом уже весь избирком присутствует и наблюдатель, если таковы и есть, да? Да, ну, смотрите, у меня есть акт, в котором я сегодня вечером напишу, сколько бюллетней я сюда положила. Сколько он мне сегодня проголосовал. Потом я его открываю в день голосования после окончания, то есть после 20.00. Я достаю этот акт, в котором написано, что я положила туда 3 штуки. Ну, допустим, да, там сколько. Люди, получается, ну мы вскрываем его, считаем, сколько, как бюллетней. Записан в бак, что в этом пакете под номером какими-то находилось, допустим, там, ну, 3 или там, ну, сколько там. И после этого уже тогда, когда все пакеты, ну, каждый пакет отдельный по каждому акту. И потом уже вечером все это перемешиваем, смешиваем. Урна, которая у нас была на выезде, потом вскрываем в стационарную урну. И тогда уже ведем общий подсчет для жены. Сейчас, когда человек больной, можно заходить, да, получается? А так, строго 2 метра. С придерживаясь, так. Вы только откройте. Ручки, перчатка, маски, там. Возьмите, пожалуйста, перчатки и возьмите ручку. А это останется все вам. Вы можете? Да, это вам все останется. Так, маску у вас есть, остались перчатки и ручка. Только вы вас тут приготовили, да? Ручки, они, ну, никогда, контактирующие. Мы же с вами будем контактировать. Вот так это, мыло по мылу. Калярщина. Так, готов. Так, ручку, ручку у вас. Давай, ручку. Вы сейчас сейчас пишите заявление о том, что вам выдадут избирательные ручки. Вы расписываете о том, что вам выдадут избирательные ручки. Все, спасибо. Подождите, еще я там кухон. Подождите. Подождите. Там один человек. Смотрите, мы даем вам уход на розыгрыш подарка. Каждый день проходит розыгрыш. Где? Можно по телефону, вот здесь у вас. А, получается. Да, зарегистрировать ваш подарок. Вот так вот, покажите, чтобы вам... Нет, нет, нет. Вот. Лицо закрыли. Все. Какие поправки вносятся? Я, в основном, заниматься этими поправками должны профессионалы. Угу. Там, политики, экономисты, там, это, юристы и так далее. Я слушаю, вот, есть в интернете и Сталиков, и есть Спицын, и где-нибудь. Ну, Спицын ругает, допустим, все это дело. Ну, то есть они до вас доносят... Ну, они не поправки, доносятся, что-то объясняют это, да. И свои аргументы, так сказать, выдают. Ну, то есть, что, правильно, им доверять-то надо. И Сталикову, и Спицыну, и... Я понял. И если не секрет, вы за или про них проголосовали? Я уже без состояния не повлияюсь. Не говорите. Не говорите. Это тайность выбора у нас. Я понимаю. Иосиф Кочередович придурал. Это мой друг, это особо, это не виноват, что надо. Александр Анатольевич, на Ваш взгляд, это важно принять участие в голосовании? Ну, если не будешь принимать участие, то, значит, как будто тебя и не существует. Население как будто у нас... Хотя статистика, перепись-то когда у нас была? Ну, не так давно, и вот сейчас будет, в 2020 году. Ну, не так давно, да, не все. Как будто у нас не существует. Поэтому он пришел, а там уже это, за или против, проявил уже себя. Все. Вот так-то все. Вот так. Продолжение следует...